господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного христос воскрес номер 157 события дня заблуждайтесь не зная писаний и силы божией евангелие от мотфея 22 29 17 мая 2016 года игла сегодня опять прилетел улетевший голубь малолетка дикарь выведенный в комнате у меня улетел с чужими и где-то там на мелькомбинате или где он ночует кормил его с руки когда целая стая дикарей вокруг и под ногами я специально делаю опыт сейчас чтобы дикари обеззаразили обстановку голуби породистые очень болеют и у всех голубятников вот кормил его с руки когда целая стая дикарей под ногами поместил его на голубяти то есть поймал говорю вот для чего то я пишу ребятам потерявку я тут прикормил целую стая дикарей и потому этого не смышленыша который у меня вывелся в коробке здесь зимой здесь в комнате невозможно снова к ним пускать когда он еще и свою голубятию не запомнил думаю отослать к вам потеряевку следующий вторник с игорем барабашом вы в этот день с утра пораньше еще в сумерках или накануне когда все голуби на голубятию номер два будут там закрыть их и когда игорь привезет этого у которого на левой ноге красная метка из материи то пусть бы заперти и посидели все ради него хотя бы с неделю а так как чужих дикарей там нет на улице то он быть может остепенится и будет там ручным видите о чем разговор вчера шел и отправить мне тоже это забота вот вчера мне одного михаил домич показал вот анатолий шари он там выступает за тему такую берется дать отзыв я отвечаю я его знаю давно и смотрел не один ролик он мне совершенно не интересен этот говорун похоже не имеет вообще никакой истинной веры а понаслышке как мухаммад что-то запомнил и будет ли питать на любую тему ему все равно о чем ему преподали как тому и эритики и корыстолюбцы что он ощупывает или пытается обмозговать со всех сторон ему по сердцу нет дела ни до чего и имеет свободное время и он соединяет оторванное затушеванное кто во что одет кто кого толкнул бил похоже что монетизация давно занимается и живет тем все это рассуждает на украине так что какое отношение так ему имеет никакого а вот прикормился сейчас не выдержит как другой я христианин там обмирал или счета я христианин и везде я христианин и показывает какой веры христианин это уже все это понятно сегодня это сектант еретик обязательно скрывать будет а православный прямо называется а все темы и мудофени как говорят в определенных случаях сухой источник и сухие кости новое вино в старой мехи пытается залить но и риме 2 13 ибо два зла сделал народ мой меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые которые не могут держать воды он около себя людей столько там прикормил и они лезут и это люди которые никакого отношения не имеют них библии них богу ничего нету вот люди тешатся у нас посещение 3 миллиона ну какой идут голые задницы женщины по это по асфальту больше ничего нету они взорвали интернет кого взрывать помойную яму и вот такое вот везде показывают надо чтобы людей было много пометили соревнуются какой-то казахский фильм здесь и вот он самый больше все набрал заинтересовать чтобы сказать это тоже такие названия роликом дают зайдешь там нету даже про природу и то они соревнуются где больше будет посещаемость а что это посещаемость кто зашел магазин в дверь и глянул ушел он ничего не купил для себя то не взял вам зачем посещаемость мимо окон люди идут рисует удав давит льва лев и рот раскрыл посмотрел там еще такого кадра даже такого нету но она за заинтересовывает человека христос этого не делал уходил и люди шли за ним уже на втором предложение он показывать что он чушь и теме и происходящему михаил домнич отвечает благодарю за ответ прошу прощения за назойливость спаси христос то есть он несколько роликов его от вашария выставлял я их знаю все эти смотрел ролики смотрю и вижу что ему это все равно где как иначе бы он занялся своей душой а своего показать ничего не может вообще ничего нету вот я выставляю ролики сегодня пять роликов и все наши у нас считают златолусток нам приехал митрополит у нас идет собрание вот мы строим поля пашут вот урожай вот игорь продает пшеницу то есть наша вот пруды вот приехали там хор приезжал митрополитом прошлом году в девочки там хористки плавают и другое то есть я конкретно показываю наше мне пишут я отвечаю приезжают провожаем вот прибыль какая-то люди ставят на ноги вот у люди уверовал он беспоповест был теперь священца принял тот теперь из сектантов пришел конкретно наша даха людей мало ну мало но и господь сказал мало спасаемых есть богатая им трудно войти богаты своими мыслями антон маргунов слава христу мир вам гнатте тихонович не перестают удивлять ваши фотографии они как бы простые но в них заложен глубокий смысл жизни православного христианина и благочестивый образ который должен отражаться и проявляется на каждом человеке уверовавшего христа спасителя я говорю без всякой там стивости но что вижу интересно удивительная жизнь во христе каждый раз убеждаясь испытывая на себе слова священного писания воистину милости в господь любящих его у вас даже в храме все простенько и уютно не храма большой православно христианский дом для большой семьи радует фотографии все другое меркнет спаси христос вас вашу общину потеряете дай боже как можно больше таких православных семей благодарю аминь вот у нас был милиционер там поселился самый пакостный но я привык чтобы большой был храм а как начал наворачивать знаете вот зарубежная церковь это не так важно вот надо патриарху алексей второй был почему потому что ельцин туда ходит а сам коммунист еще на этих людей ориентично держать ну много заходят храм христа спасителя елоховский собор вы посмотрите и лоховский или не знаю как посмотрите что это там за поведение на украине это храм софии я были был в киеве это 750 человек за один час зашло и вышло но проходной двор я спросил а почему трамвайной пути прям храм то не провели никола в три часа назад у нас самарской области тоже священники с украины портят людей портят сегодня вся порча идет с украины вся все ереси это плацдарм сатаны в ад украина сделалась пристанищем всякой нечистой птицы произошла россию давным-давно крестят всех обливательно и местных научили попов вот за это то вы и ответите за это вас эти майданы будут пожирать предателями все будете как бандера как мазепа москаляку на геляку то смотрите как вся украина пойдет на геляку я своему попу сказал что неправильно крестит нарушает канона он напугался а через неделю показал мне статью какого-то дьяка селиверстова который их оправдывает вот так иудеи покажут о суде на моисея златоуст говорит он скажет я вам говорил из вас самих восстанет как меня пророка восставит его слушайте то и все они опустили голову оправдывает семинаре нужно для того чтобы оправдать любое безумие и академии особенно вода если он еще епископ он лютует тогда вот тут прислали нам на алтай тоже оттуда с украины но через ростов кажется на дону прошел вчера один с ростова на дону священник молодой видно совсем такой полный уже оплывший жиром напал как только у меня не обозвал обложил со всех сторон что заступается за свою когорту а вы говорите вы лаете ну и что лаете как протопопа вакуума я горит никона собакала собаку лаял ну посмотри на себя ты до 30 лет рукоположен к его даже не знаю надо в этом в контакте я там не бываю вот ты спроси что он нападает приехал за что нападает кого гонит он зачем это еще сказал мне что он учился в семинарии и не нуждается в моих поучениях то есть не библия нужна им семинария нужна пропитанная а советизированная а католичная полностью на патриарха нападает в чем патриарх сделал так кроме того что уже было все католичное хватились поднялись рафаилы все сейчас вениамин там на на востоке поднялся где не знаю хабаровский край да что вы зря показываете говорится мертвая дрожь идет на под ногами все давно уже захвачены начните людей готовить крестить слабо вот у нас я вел занятия в разных пяти университетах мы до крещения готовили от трех до пяти лет согласно канонам 500 часов академических 500 часов катехизации ну и найдите где когда когда это было мы вы забыли это все и не сделать вам никогда я 17 лет вел занятия везде и ни копейки нигде не получал 53 года проповедую миссионерство и нигде ни копейки не получил не считая что сидит она кормили это только возьму хлеб если такая специальная рыба не приготовлена вот и все а вчера сказал об этом одному прихожанину на что мне он ответил что я не имею права его судить еще во мне без вот так нет слов осталось только жечь меня его это так всегда говорят даже эти духомосные в кавычках негодяи напали на сергея парализованного что от них отошел и горит тебя и гнать и беса подсадил без а сами без и может быть в образе человеческом демоны отойдет меня сатана говорит ты мне соблазн роман николаевич от николя отвечает не все священники с украины портят людей но не все меня крестили полным погружением в украине ну по что украина то город покажите священника назовите я конкретно называю в москве храм никола на берсеневке 250 метров примерно от храма христа спасителя по эту сторону канала отец игумен кирилл сахаров московская патриархат все служит по старобряшинский все у него общее настоящее а не приход расход не прохожане покажи вон сходите он член союза писателей игумен кирилл сахаров около храма христа спасителя в москве ваша обязанность к за так постарайтесь не держать зла на тех людей бог им судя да какое зло ваша обязанность сказать а там уж их не и дело примут или нет так я поступаю спаси христос ну что роман николаевич говорите дальше продолжайте 16 минут назад дмитрий игоревич я не за игоревич отчество или игоревич фамилия мир вам и гнатихонов срочно нужен ваш отцовский совет срочно прямо я собирался поступить медицинский институт и для реализации этой цели поступил вечернюю школу чтобы набрать необходимое количество баллов на выпускных школьных экзаменах на основание суммы баллов набранных по различным предметам на выпускных экзаменах уже поступает в институт такая сейчас общая практика если суммы баллов не хватит то поступить можешь но уже будешь платить деньги в разных институтах сумма разная в тот институт куда я наметил поступать сумма составляет 240 тысяч рублей в год еще себе срок обучения составляет 6 лет в процессе учебы пытался делать акценты именно на тех предметах из которых складывается сумма баллов поступления она остальных не концентрировался и когда преподаватели говорили если тройка в аттестате по моему предмету устроит то можно на предмет не ходить что я и делал считаю что оценки в аттестате при поступлении мне не нужны сейчас же я подумал что может мне институт отодвинуть в сторону и поступить в медицинский колледж техникум по старому там срок обучения составляет четыре года и плата за обучение 140 тысяч рублей в год поговорив с преподавательским составом колледжа мне сказали что в их колледже можно обучаться и бесплатно но для этого в аттестате должны быть практически все оценки отлично а сумма набраны на экзаменах их совершенно не интересует получается ситуация прямо противоположная институтской системе я поехал в школу чтобы поговорить с завучем и классным руководителем чтобы они стерли в школьном журнале уже проставленные оценки которые не отлично и на их месте классный руководитель поставит отлично такая практика существует учителя советуется друг с другом кому какую оценку поставить если это необходимо ученику но с условием что ученик на хорошем счету у педагогов но по какому-то предмету не вытягивает научить чудо советуется потереть вещь неслыханная у нас даже подсудная но потом подумал не будет ли в этом греха ну как же подделка ложь на лжи и на суде мне это отлично поперек дороги не станет ли ну не знаю но думаю что нехорошо это на тот путь как я могу знать на суде божьем на обратном пути читал евангелие от луки дойдя до главы 7 стихи со 2 по 2 как-то на сердце пришло применительных моей ситуации продолжая дома раздумывать пришла на память глава 6 стихи с 1 по 4 евангелие от луки и вот нахожусь в раздумьях как поступить пришлось мне все заново смотреть обдумывать и а может господь все так устраивает как сходится очень жду вашего отцовского совета как скажете так и буду поступать по возможности скажите здесь вот я надо писать вот уже вам и не пятерка будет я кое-что управлял ошибки то по русскому есть это тоже нехорошо по возможности дайте ответ моем мире а то видео ответов долго ждать а закрыть вопрос надо в ближайшие дни буду молиться чтобы господь вас умудрил меня я отвечаю на это вы так сходу задаете важный для меня вас вопрос а я о том даже не молился сейчас помолился уже господи могу сказать только лично мое мнение что если так стеснен и в средствах то конечно же лучше поступить в техникум чтобы быстрее получить специальность я тоже сдавал экзамен в сельхозный институт все сдал а потом забрал документы и по этим отметкам меня сразу же приняли в строительный техникум но пошел пава за водой и слышу две тетки там разговаривают про это мой горит техникум там меньше учиться я побежал скорее все забрал и перенес приняли в строительный техникум а потом дело показалось что институт мне и не нужен был нам не давали работать не давали у нас кочегарки в церкви сидели завуч школы там я не знаю какой там хирург с медицинским образованием и еще какой-то 3 с высшим образованием в кочегарке работать они давали вот оседлась евреи отомстили за оседлась которая была у них потом дело показалось и тут мне было не нужно работая просто рабочим по важным в той местности специальностям так и прошла жизнь было при деньгах и в уважении печеньком плотиком каменщиком и прочее я всю жизнь поработал на стройке а вот чтобы с отметками так мудрить этого не было тогда в мои времена и потому у меня нет в том опыта и ответ дать не могу опять же скажу только по совести во мне заложенный богом никогда бы не выпрашивал лучшие отметки никогда даже пенсию мне дают самую малую пенсию бомжа и за 35 лет трудового стажа по трудовой книжке и мне как реабилитированному политзаключенному за электроэнергию и за уголь и проще платить льгота только 50 процентов то это льгота дается но и этого сделать не умею так и плачу полную стоимость везде у меня бесплатный билет в любой конец советского россии любой конец 92 года я ни разу не ездил ни разу всегда плачу сам пошел что-то неладно бесплатно вставляет зубы там что-то побывали теперь выставляли вставляю бесплатно льгота пошел там очередь и тоже не пошел то есть они разу не воспользовался нигде льготами но этого сделать не умею можно было бы пенсию повысить но нужно другую страну слать запрос где работал но этого не сделал так и живу на 101 доллар в месяц по курсу на 18 мая на сегодняшний 2016 года и мой совет помолитесь о том чтобы все было по совести и не вопреки слову божию можете сходить на совет к священнику там еще ему если есть ему доверие то есть я дать совет этот конкретный не могу но сказал что пошел бы в техникум платить нет ну посмотрите может другую специальность где-то можно получить но если так врачом уже охота быть не знаю просто я не врач и деньги платить но если нет как платить а надо работать и такие деньги платить а где их заработаешь вот я если получаю 6500 ну и что как жить а за меня кто-то платит тот за интернет за все купил кто-то мне компьютер колонки там сергей парализованный прислал деньги наушники купили то есть все получается так вот потеряет я главный банкир в прошлом году из кармана своего положил полмиллиона на дорогу на эти на пруды и больше почему нашелся добрый человек да благословит его господь и он помог и на еще два пруда думаю закладывать опять в копеечку большую влетит уж 200 300 тысяч надо готовить у меня денег нету будут будут у меня вера большая большая вера почему не для себя я не проел даже ни одного мороженого не съел в америке я страшно огорчал их рваные носки не заменил я десятки раз за что по и трехэтажные четырехэтажные заплаты и все равно как-то проживу и потом весело и радостно владимир галендухин мир вам агнатих значит еще один важный вопрос родители отпустили еще одного моего ученика девятилетнего алексея он не крещеный но родители согласны его покрестить можно ли будет покрестить его потерявки 10 июля отвечает да ищите других будем о том молиться родители детей чтобы отпустили он воспитатель там и приехали с потерявки на 10 июля я всем даю эту маршрутку но ни под каким видом никто чтобы не приезжал без официального разрешения от нас ну вот показываю это на наш мой мир это если раз два три четыре пять шесть шесть роликов выставил сегодня шесть уже выставил и еще два еще восемь этого 28 будет каждый день вот и сегодня вот один зашел и не прочитаю даже кто он такой какой-то со милония сам ван то есть не знаю что по какому и вот столько здесь написать о творении что-то размышлять я провожу посмотрите сколько много ну неужели я буду это считать разбирать и к спасению не относятся то есть философия и все уклоняется куда-то не поймешь даже куда и буддистов и все все даже прочитать тут невозможно если увижу что здесь именно пакость я посмотрел так отрывочно то удалю и заблокирую и на этом все конец но зачем это вопрос конкретно касающийся спасения и притом вот все это ненужное рассуждение такие но православный наш видеоканал вот сегодня ролики выставил вот они здесь и есть это раз два три четыре пять но два не отобразились они отобразились только вот сюда почему потому что они были закачаны раньше и теперь их отодвинуло на 150 место но кто если следит за этим то вы можете найти это сегодня что было выставлено то такое вот сейчас покажу вот ответы библии и будет около двух тысяч ответов 34 номер вышел и там увидите какое и занятие потеряевки 123 сегодня ассори вот тоже но они не отображаются на канале отображается здесь даже может сейчас вот я обновлю и посмотрю отобразились они или нет вот что тут выставился события дня третье маковейского поднести дары так это что явно златоусы считают а это что это уже на мой мир я перенес отъезд митрополита сергия иванников из потеряевки это я снимал это не то что там общего который я снимал тут отдельно указывает дальше разговор с отцом дмитрием из московской патриархии в потеряевке это все наше занятие в потеряевке ссора вот она вошла и вот это ответы библии о чем уринотерапия вот они все здесь в моем мире там вам трудно найти заходите в мой мир это очень интересная тема тематические были беседы потеряевки вел много лет игорь барабаш записал записывал тогда был магнитофон такой кассеты кое-что осталось и поэтому так вот они не некоторые даже оборванные вот я всегда говорю об этом что бог все выравнивает вот здесь было уже не если так разбираться 1 но до этого был войтович благочинный отец николай из белоруссии это полный абсолютный сергианец был все для властей сделал на нас подавал списки у нас занятия дома были в милицию все это было но он причастил меня в тюрьме и поэтому да простите ему бог за один этот поступок его он приезжал приезжал и исповедовал и причастил когда восьмидесятом году сидел в тюрьме здесь барнауле еще был вот а после песка был моседич на накатал на меня не раз такой авантюрный характер был был украинской церкви там архиепископом или митрополитом потом снова его здесь патриархию взяли архимандритом и опять рукоположили но это авантюрный характер когда перерукополагается и дальше подобное было у олега стеняева которого я знаю рукополагался он уже сам савалентина потом перерукополагался так как просто перепекать у епх истинно православных христиан там такое есть я просто где по делу сказать вот если антоний наплывал на меня где-то там три раза в печати давал опровержение своим словам и хорошее отношение было он приходил даже у меня обедал в комнате и в машине ездили он говорил у меня нет он понимал что такое миссионером нельзя миссионера ну у него уже были священники то сколько там было 70 80 у меня нет ни одного миссионера миссионер рождается не через дворкина это от бога или есть или нет и нет ничего значит нету это дар божий и миссионер он не может кучей ходить как вот ходят там это занятие ведут что-то рассуждает а при счастье я смотрю вот там это разное название артриум там это все это глупости это подделка сатана принимает вид ангела света и вот который это окончает и они нападают а сейчас нападает здесь села славгородский почему потому что тут был не расположенный к нам максим дмитриев сейчас он там вельце вот и а уезжал все-таки побыл потеряевки патриарх кирилл и побуждал его я ли алексей побуждали потеряевки быть а теперь вот бог дал такого митрополита серьги прекрасные отношения слишком хорошие и сатана не терпит он сразу же присылает сюда с украины бывшего вот сейчас в славгороде всеволод то есть на всеми володями он командует теперь все володи у него там я так понимаю это имя нападает а сам еще не знаю ничего не знает а как вы на него епископ ну чё он епископ то не должен сдавать еще рукоположен 28 лет владимир александрович понище но и меня не можем украину то лезем а вы все перепортили изгадили веру православную и поднимает голос кто с нами знается за ворота за дверь и выбрасывать там будет он священники не приехали и не уведомил даже митрополита серьги а почему никого не было да запретил он им то есть они боятся остаться без куска хлеба то носит литует лютует и а сам хоть привел одну душу нет он не знает даже этого но он знает система это винтик в системе ему никогда никогда другими не стать пока они родиться свыше он понятия об этом даже не имеет но у нас поставили епископ так епископа то не дверь в небо дверь может в ад вот и все почему так думаете да думать не надо потому что не господствуйте над наследием божьему только господствовать может диктовать деньги драть брать больше ничего не знает а пойди пешком то возьми эту палочку в руки да иди от собак отбивайся идеи проповеду евангелие он не знает потеряевку приехать ему это нож в острый ну бог сделает так что придет придет и может даже услышать слово божие он живого слова уходит не слышал я бы хотел его здесь видеть и поэтому нападки что выровнять коромысла потому что на одной стороне слишком хорошо а другой этот выравнивает но нам это не очень трогает вот лишь епископ уезжает митрополит серьги я ему как раз про это и говорю там в общем будет и идти это еще раз но как храна отдельно эпизодами в храме это я снимал а полностью снимал это володя об этом говорю впервые мы сняли но это 20 тысячам часа два часа две минуты идет и литургия это все уже сегодня это уже выставлено все и даже моем мире мой мир и перетаскивать все посмотрите это сестры я зашел они готовятся к встрече несут написано сестры несут послушание на кухне ждем митрополита сергий и же с ним пятнадцатого и кто-то написал раб христа андрей серых вы такие благословенные с большой буквы какой-то тут вот эти называется смайлики может быть и надо это поставить отношения я никогда ни одного не ставил у меня рука не подвинется на это ставить почему есть слова не крат подыграть бог пишут через б и г то есть у евреев ни одна буква не исчезнет а то б и г ну и вот здесь вот это все показано как в храме было еще будет концерт помаленьку выставлять буду сегодня уже много выставил довольно ролики очень большие благодарю за внимание готовьтесь к крещению крещение нынче у нас будет 10 июля ля а в лагерь заезжать 10 июня богу слава мы 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 вы мы мы в